В Самарском онкодиспансере по данным за 2022 год состоят более 100 тысяч пациентов. Чтобы эффективно оказывать необходимую помощь, в медучреждении постоянно улучшают оборудование. Начиная с 2019 года по нацпроекту здравоохранения и федеральной программе борьба с онкологическими заболеваниями, центр получил более 220 новых медаппаратов. Среди них томографы, оборудование для МРТ – лучевые ускорители. Это те аппараты, которые позволяют использовать именно фотонную энергию для удаления тех или иных опухолевых очагов. И сегодня у нас есть возможность в том числе на лучевых ускорителях получать радиохирургию, то есть так называемый кибернож. Поэтому это то оборудование, которое уже сегодня на современном этапе позволяет получать помощь всей категории пациентов, кому оно необходимо. В числе поставленной техники – современный ангиограф. Он на вооружении специалистов рентгенохирургического отделения с конца 2021 года. С помощью этого комплекса медики онкоцентра могут как диагностировать, так и лечить заболевания. Основное преимущество оборудования перед его предшественником – высокая скорость работы и обработки рентгеновских снимков, обеспечение их наилучшего качества. А за счет совершенной матрицы лучевая нагрузка на пациента существенно снижается. Также аппарат позволяет не только на сосудах, позволяет проводить вмещательство, но и находить траекторию оптимальную для выполнения биопсии различных образований, радиочастотной абляции – тоже как бы новые функции, которые появились в этом аппарате. Онкологию у жительницы Тольятти Ирины Борисовой обнаружили в 2019 году. Терапия в учреждениях родного города не помогла и тогда женщину направили в Самарский диспансер. Онкология дала метастаз в печень, поэтому Ирина приехала уже на второй сеанс терапии. Лечение облегчается и улучшается благодаря новому ангиографическому комплексу. Мне сказали, что это новейшее оборудование, что будет химия не по всему организму, а именно в печень будут подаваться химические эти все элементы, что это более эффективный метод. Я решила попробовать. Жить-то хочется. К концу прошлого года в онкоцентре насчитывалось 14 тысяч пациентов, проходящих активную фазу лечения. Из них более тысячи получили медпомощь благодаря новому современному оборудованию. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.